Рецензента для десятиклассники лицея. Пожалуйста. Время прошло. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я представитель десятых классов лицея Дугу. Меня зовут Силик Антон. Я представляю лицензию по задаче струя и пленка. Для начала давайте вкратце пробежимся по докладу. В ходе доклада докладчик представил демонстрации самих фигур и различных явлений, которые он рассматривал. Также показал свою экспериментальную установку, но у меня остались небольшие по ней вопросы. Я вернулся на пользу. Также показал внутреннее надействие струи и пленки. Рассмотрел эффект преломления струи. Рассмотрел интересное явление, как волна, которая проходит по пленке. Рассмотрел много разных фигур и вообще подробно описал свое явление. Так, пожалуй, я перейду уже к вопросу. Вот скажите, как вы рассматривали свою пленку? Что в вашем случае есть пленка? Ну, это есть какая-то пристоплодающая поверхностное натяжение, которое на фронтах. Скажите, вот то, что пленка, почему именно она мыльная? Зачем мы добавляем мыло, чтобы, ну, как бы, то есть у нас поверхностное натяжение, оно как бы должно уменьшаться, правильно? Ну, а почему, ну, как распределять вот эти вот вещества и сама жидкость внутри пленки? Ну, достаточно известно принцип образования мыльной пленки. То есть мыльная пленка состоит из трех слоев. Верхний слой, который является молекулами мыла средней, который в основном состоит из воды, и нижний, который также является молекулами мыла, которые расположены гидрофобными головами вперед от воды и внутрь водного слоя расположены гидрофобными пленками. Это понятно. А вы вот учитывали в своих исследованиях, как вот это вот все распределяется? Ну, что средняя жидкость, а по краям поверхности? Да, ну, учитывали у нас, ну, и наращиваясь, исходя из того, что у нас две, ну, две, как бы, два контакта скуривались пленки. Ясно, понятно. Вот скажите, вот теперь, проявлюсь, пожалуй, по установке, вот скорость выходящей струи, она у вас была как-то постоянной, или вы, ну, или она менялась в ходе ваших исследований? Мы варьировали скорость для изучения исследований так же, как, в принципе, могли варьировать остальные параметры, однако независимое варьирование данных параметров достаточно сложное. Кстати, это и является одной из экспериментальных причин ввода нами числа подобия, которая позволяет менять одни параметры, не нужны соединения. Понятно. Ну, вот, какой вот вы сосуд использовали? У вас там же могло, ну, изменяться уровень жидкости, и, соответственно, изменялась, ну, разница давления получалась, и скорость могла меняться на выходе. Мы использовали сосуд с достаточно большим поперечным сечением. Как следствие, за время проведения эксперимента мы считали изменение уровня вытрости пренебрежема мало. Ага, понятно. А вообще какие пренебрежения вы еще вводили в ходе своих, ну, исследований? В ходе своих исследований мы не учитывали некоторые внутренние эффекты в струе и некоторые эффекты, которые обладают большим порядком малости по отношению к основным. Понятно. Я вот как понял, что вот вы, когда рассматривали вливание струи в пленку, вот вы рассматривали ее как вливается внутрь пленки или как по поверхности оно распространяется просто? Ну, сама жидкость струи от ее... Я не понял ваш вопрос. Вы подразумеваете в виду волновое движение пленки или что линия? Ну, вот вы говорили, что вот преломляется, ну, есть проход и есть вливание. Вот когда оно вливается, оно проходит внутрь пленки или проходит все-таки по поверхности? А мы рассчитывали, что попадает во внутренний слой пленки. Угу. И все вот эффекты вы рассматривали как именно уже внутри струя движется? Понятно. Хорошо. Так, а скажите, вот вы можете примерно показать границу вот явлений, когда у вас, ну, примерно, при зафиксированных каких-то параметрах вы изменяете, допустим, угол наклона? И при каком все-таки угле наклона будет примерно уже переходить от прохода через, ну, то вливание? Я во время своего доклада концентрировал на этом ваше внимание. Мы получили данную зависимость, ну, прохождение или поглощение в зависимости от угла падения и числа W. То есть мы можем одновременно менять оба параметра и в какой-то момент мы перейдем на эту границу. А также я демонстрировал экспериментальное видео. Мы на этом видео, мы под одним углом выпускаем нашу струю, но при этом меняем скорость истечения. И как следствие меняем число подобия W. И вот видите, в какой-то момент у нас хвоя перестает проходить сквозь пленку. А на данном видео, вы можете видеть, как при увеличении угла, так же у нас хвоя перестает проходить, и сквозь начинает вливаться. Не оценивали вот где-то примерно эти границы. То есть вы просто увидели, ну, как бы... Вот теоретически просчитаны. Просто именно из меня один параметр стараюсь. Не пробую. Ну, ладно. Пожалуй, перейдем к вопросам к компоненту. Вы повернули про отскок и про вообще эффект КАЕ. Ну, вот как вы можете вообще рассказать, насколько применимо вот тут рассмотрение струи и пленки из разных составов, как отскок там? Ну, как я знаю, мы можем провести своеобразную аналогию именно для данной части с движением твердого тела. Когда твердое тело движется к Земле с какой-то скоростью, ну, или к какой-то опоре. Сталкивается с ней, на него начинает действовать какая-то сила реакции опоры, направленная вверх. Из-за краткого промежутка времени меняет его импульс. Здесь мы видим сначала то, что струя за какой-то промежуток времени тормозит. Следовательно, при каких-то параметрах, возможно, такое сочинение обстоятельств, что данная сила за этот промежуток времени успеет поменять импульс настолько, что импульс в вертикальном направлении у струи будет не нулевым, и она пролетит над пленкой. Ага, понятно. Хорошо. Скажите, вот вы еще так же затронули часть изменения поясного натяжения. Какие вот, как вы думаете, вообще, какие вообще параметры будут влиять очень сильно на наши эффекты? Например, ну, тоже вы говорили, что про эффекты, разговаривая с докладчиком. Ну, вот, можете еще какие-нибудь параметры вообще покрыть? Ну, как я считаю, во-первых, поверхность натяжения зависит от того, какие жидкости, собственно. Докладчик, к сожалению, рассмотрел две одинаковые жидкости, но никак не менял параметры жидкости. Как то, например, концентрацию мыла, изменение жидкости вливающейся. Я считаю, что от этого параметры будут достаточно сильно зависеть коэффициенты фигмы. Наши задачи. Ясно, понятно. Ну что ж, пожалуй, я уже могу потихоньку переходить к выводам. Ну что ж, в ходе доклада нам была представлена очень интересная задача. Были показаны демонстрации самого эффекта. Также было показано экспериментальной установкой. Было объяснено, почему пренебрегается изменение скорости истечения струи от времени. Также была показана модель взаимодействия струи и пленки математическая. Также рассмотрены различные явления, однако жалко, чтобы не было рассмотрено скок. Хотя, в принципе, это не было сказано в условиях задачи, являясь не сильным, большим минусом. К сожалению, в ходе доклада не было показано, каких именно погрешностей на установке и вообще, какие погрешности использовал докладчик. Были показаны, рассмотрено много фигур, что я считаю тоже очень хорошо, и было подробно все отписано. Однако, теперь можем перейти к нам по опланированию. По опланированию был задан хороший вопрос про поверхностное натяжение, про его изменения, что действительно является важным, и вообще про изменение каких-либо параметров в нашей установке, что будет, я считаю, важным в данной нашей задаче. Также был задан вопрос про отскок струи. Действительно, в принципе, он был не так полезен, этот вопрос, так как задача в условиях не было сказано про это, и, в принципе, рассматривать не имело смысла. Также я считаю, что все-таки действительно согласиться надо с докладчиком, что нельзя проводить аналогию их через коэффициенты W с числом выбора, как пытался сделать это наш абонент. Ну, я считаю, что доклад был очень содержательным и вполне показал нам суть самого явления. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.